Вот, кстати, эта линия, знаменитый в Ростовский Меридиан, прямо у входа. Вот она. Да, Наташа ее дело нашла. А еще сейчас мы покажем вам там вдалеке гномик. Блин, я отвечаю, был гном. Просто, Наташа... Слушайте, ну реально я тоже увидела гнома. Это самокат. Это просто самоката не было. Был реально гном. Он такой, вообще шум пока шлил, он убежал. Он убежал. Честно, это не колесо было и руля высокого не было. Вот это нас приглючило трошки. Давай обойдем. Он точно где-то должен быть. Не, ну что за прикол такой? Реально. Я вам говорю, это было... Я понимаю, что жарко, что нас припекло, но елки-палки. Ну, у людей... Что, у обоих? У обоих? А что, хорошее зрение, между прочим? Принувает. Елки-палки. Был гном, сто процентов. Гном был? Гном был? Жарко. Жарко, он такой, да ну девочки, пока вы дойдете. И вот тыкают пальцами, он устал уже. У него тоже есть чувство достоинства. Ну ладно, гнома нет, но есть красивый университет. То есть, под середину. Вот все потрясающе. Смотрите, нашли на стене кабачок. Вот Наташа увидела крокодила. Это точно какой-то доз. Где-то я читала про него. Что крокодил с шариком. Что-то я такое точно читала про Вротслав. Ванная вообще прикольная. Ему ничего не надо тереть? Да, нет. Театр Клаламбун. А, театр Клаламбун. Вот такой вот крокодил. Наташа еще стрекозу увидела. Красивая. Сейчас это вот жаркое время. Это вот время, где как раз нужно уже переждать жиру. Так что сейчас где-то сядем, покушаем, переждем жиру. Пойдем дальше гулять по Вротславу. А тут такая стрекоза. Здоровый монстр прямо. Ух ты. Вон ромашка прячется. Потому что жара, солнце. И крокодил с шариком. А вернулись мы с вами в кафе Лабиринте. Помните, показывали? Ох, такой тортик прям 17 злот их стоит. Так, тут все по 17. Такая перпалетка 16. Малиновых ледников. Малина 17. Ага, кофе эспрессо 10. Вообще, цены фигня. Эспрессо 10 с молоком 12. О, прикольно. Вообще, интересно, соки есть. Сейчас что-то возьмем. Выйдем, посидим. Смотрите, какой кайф. Сидим в Лабиринте. Вот такой цветочек. Что-то он не лабиринт, сады называются. Я называла это Лабиринт. Показывали подписчикам. У нас номер 10. Взяли два разных пирожных. Я взяла Американу за 12, а ты латте за 16, да? Валеки. Да, за 16. Сейчас покажем. И Наташа такую закладочку еще взяла. Да, вообще, двух цветов. Ну, прикольно. Надо посмотреть, что это такое. Тут на немецком написано. Да, как сувенирчик. Вообще, отлично. Мне нужна закладочка. Это классно все просто. Люди сидят тоже, отдыхают здесь. Я думала, тут цены просто космические. Ну, цены почти как и витаминки, в принципе. Да, отлично. А какой зал там? Какие потолки вообще там? Наверное, метров 5. Если не будет. Птички поют. Друзья прибежали с калличку. Да. Красота. Отдохнем здесь. Принесли нам уже наши пирожные. Наташа, манго, маракуйя за 17. И лапе такое красивое за 16. Дякую. У меня американо за 12. И сырник обычный. Боже мой. Хотя какой он обычный за 17 вообще, да? А это я смотрю, это реклама в музей Пана Тадеуша. Это, наверное, в середине. Люди пишут, что тут обалденный музей. Стоит, по-моему, 25 злотых, если видно тут что-то, я не знаю. Вот. Ну, кому интересно, загляните, да, вот, может, отсканируйте там, остановите, отсканируйте QR-код и посмотрите об этом музее. Вот так вот. С 10 до 17. Будем пробовать? Сейчас я сложусь. Да, давай. Тут я уже захотела учиться в университете. Сейчас Наташа сложится, и мы включимся. А сейчас я буду все пробовать. Я даже не знаю, что это. Что это за такие цукерочки? Ой. Это декор, наверное, просто как десантик такой, подхрустывающий. Слушайте, он такой вот сырник. Камера смотрится обалденно. Синенькая такая. Василек. Ну, это реально травка такая вот. Сухую травку кинули. Это не травка, целепестокин. Надо, надо, все, да. Все полезно, что в рот полезно. Ммм, класс. Творожный такой полностью просто. Если у тебя еще, наверное, с этим... С кислинкой. С кислинкой будет, да. У меня такой полностью творожный. Хотя есть чуть-чуть здесь вот основа. Ну, да. И вот чуть-чуть здесь тоже есть как крем больше творожного. Ну, вообще, так. Даю Наташе попробовать. Ну, что было два мнения. Ну, вкусный. Шикарный. Ммм. Самое главное, что это не это. Не чизкейк. Ну, знаешь, он не такой вот сырник-сырник твердый. Он мягкий, сырник, немножечко... Может, кстати, вот микс с чизкейком. Он очень мягкий. А, ну, мой попробуй. Ну, давайте. С Натальей, ну, позволяйте. Какая красота просто. Ой, вообще, вот это вот. Ну, давайте. Подача классная. О, прямо ломается. Ммм. Да, кислый. Ой, боже. Не, ну, кислый. Ладно, ладно. Не будет опухать, но ни марако, ни манго не чувствуется. Я не знаю, что это мне. Цитрина, наверное, какую-то просто, да? Сейчас сразу Натальеньку дай. Хотя я все время хочу эту экзотику, да? Ну-ка, давайте Натальеньке дам. Чтобы мама сказала свое мнение еще. Ну, вот. Не скажи. Не скажи. Мне просто, чтобы такое кисленькое. Вот витаминчик. А чего ты так прямо скривилась? Оно не такое кислое. Наверное, после этого. Не знаю. А я тоже съела. Насколько я кислоту. Очень чувствуется. Что там, пэшн фрукт, да? Или как это? Маракуйя. Здесь манго и маракуйя. Ну, вот, маракуйя, пэшн фрукт. Он же мой это. Очень вкусно. Слушай. Мне хорошо, что я взяла мой. Слушай, я прямо так наслаждаюсь. Розу снимаю. Посмотри, там белая роза. Просто вид, 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 вид. Ну, я не снимаю, что блюдит. А что это? Ой, еще и калачик. Или что это такое? Боже, красиво. А ну, кофеек тоже немаловажный. Хороший. Хороший? Американо хороший, бодрящий. А если я большое лоте взяла? Лоте. Кофе хороший, это важно. Не кислый, не такой вот горький, в меру не разбавленный. Который, знаете, вот такой пьете американ и думаете, господи, это кофе и вода. Нет, вода и вкус кофе. Нет, классный. А ну да, я должна попробовать. Я скажу, это вкусный или нет. Давайте я Натальеньку сниму и сниму еще просто этот вид потрясающий. Давайте так возьму. Вот просто вот Наташа на этом фоне. Ну что? Ну, такой хороший американый. Ну, 12 стоит это, да, сколько это? 3 доллара, ну, вот еще. Короче, слушай, я думала, что вообще. Да, мы думали, что это намного дороже. Хочу показать, просто еще там, не знаю, вот видите, это уже на стульчике на солнышке, мы еще успели сесть. Вот там вот тень, есть солнце. А все равно место в сентябре? Ну, место классное, вот. Такой наш столик. Это блаженство. Не, ну, вообще, конечно, в Рослав радует. Да, в Рослав радует. Это красиво, это вкусно. Сюда я могу сказать, что очень дорогие, места классные. Люди приветливые, в принципе, так вот. Что еще тратит? Да, вот. Ну, я знаю, что еще тратит. Ну, сейчас Наташа будет пробовать. Вкусы есть? Да. Значит, правильный латтеф. Вкусный. Ну, что, казалось бы, да, все можно испортить, все. Правильно вкусный. Еще фонтан так журчит. Думаешь, что так вода журчит? Ну, да, фонтанчик в лабиринте. Лабиринте. Такой, этот, камин. Ты сняла, нет? Ну, сейчас пойду посмотрим. Надо снять камин. Камин там над ним, что-то такое красивое, сделанное, декор. Вообще, книги стоят. Хотите читать, хотите не читайте. Абажур там, все нормально, все в порядке. Классное место, конечно. Ставьте лайки, я иду за съемочкой. И возьми себе какую-нибудь закладку, да, закладку хочу. Обязательно, что взять закладку и показать вам заведение. А то бы так немножко показали. Смотрите, какое заведение красивое. Лампы горят. Включены в смысле уютно, хотя никого нет. Здесь в меру прохладно. Кстати, стулья удобные. У нас, похоже, в нашем отеле есть каминчик. Камин и книги. Конечно. Классно, уютно. Чаи, кстати, можно еще. А, здесь есть все эти добавочки, если нужны. Ложки, салфетки. Чаи разные. Ну, такой тоже интересный. Вот малиновый полностью дар, да. Ну, плохо видно, отсвечивает. И этот интересный. Этот просто похож сам торт. Сам торт похож на парк Лобилин. Так что... Угу. У нас тоже есть. Вон, пару салфеток взять, кстати. Мы не взяли. Ага. Ну, девочки, салфетки. И возьму себе заплатку. Возьму такую и такую, что можно же две взять. На сувенирчик. Ну, вот, такая приличная, симпатичная кафешка. В очень классном месте. Наверное, это место какое-то такое культовое. Я обучаю. Ты сказала, ходит в топ, да? Нет, культовое. Смотрите, я взяла. А, именно. Я взяла две вот такие. Одну на работу унесу закладывать, а одну дома будет. Оп, оп. Я сижу сейчас. И салфеточки взяла. Ты еще снимаешь, да? Да. Я просто это... Где мы снимали видео в этом магазинчике. Ну, где дорогие вещи, типа, подешевле продают. Пикен Клопенберг. Там, где я купила лавандую футболку, а тебе она не понравилась. Мне нравится. Мне нравится. После проведенной тобой работы... Нет, Наташу не била, честно. Не била. Я просто смотрю у мальчика такого цвета салатовая футболка, да? Вот. А там была тоже... Теннис? Нет. Вот на меня... Ну, типа, плус. Ну, не плуско. Она как футболка, но более такая женственная. Типа, очень яркого салатового цвета. Я вот теперь думаю, чего я ее не померила. У меня она очень хорошо была к лицу. Вот. Ну, я чудовала. Это я так просто мысли вслух. Ну, то есть меряйте, пробуйте. Ну, почему нет? Друг вам поедет. Причем такая аккуратненько. А цену не помнишь? Просто интересно. Ну, 80 где-то, если бы 9. Да. Причем она обыкновенная. А фирма какая? Ну, какая-то из этих, да? Вот это дженс какая-то была. А, джейкс, по-моему, джейкс. Это просто какие-то джейкс такие. А вот наденна однотонная. Там они разных цветов были, но вот этот цвет был прямо... Вот он мне понравился. Хочется ярких цветов. Да, да. Это у тебя эта рубашечка мы в Дубае Моле покупали, да? Яркая? Эта рубашечка. Классная. Ну, рубашечка. Места обалденные. Люди приходят, люди сидят. Редактор субтитров А.Семкин